всем привет сегодня хочу видео показать на каких запчастях мы делаем капитальный ремонт двигателей это у нас двухлитровый двигатели на примере этого мотора я покажу чтоб себе не забыть будем идти сверху вниз я буду показывать какие запчасти и так поехали приходит мотор мы его снимаем и при съеме мотора первым делом мы уже можем дать рекомендации к замене обводного ролика натяжителя и помпе потому что при съеме скажем так мы все это снимем далее уже клиент выбирает менять ему это или нет но мы рекомендуем ставить только оригинал все в оригинале держим в наличии все далее мы снимаем клапанную крышку естественно ввиду этого замена прокладки клапан и крышки строго оригинал далее снимается боковая крышка да сейчас мотор развернут немножко не как моего видим из-под капота как мы его могли бы видеть со стороны водительского сиденья и так снимая боковую крышку вот она в ней же находится масляный насос вот он откручивается проверяется если есть задиры рекомендация к замене масляного насоса все также в наличии и строго оригинал виду этого сразу мы видим если насос меняется сальник передний идет в комплекте с насосом то мы его не меняем если насос остается старым то сальник передний оригинал новый сразу виду этого можно сказать что сальник задней мы меняем в любом случае потому что он ни с чем не идет также в оригинале новый также у масляного насоса здесь есть резиновое уплотнение также меняем эти два кольца это все в оригинале почему здесь такой пакет потому что в оригинале они идут по 5 штук мы их разделяем сразу чтобы к мотору так скажем комплект для ремонта мотора или замены цепи грм все это лежит два кольца в оригинале новые обязательно далее комплект грм это у нас башмаки цепь и натяжитель все в оригинале надо сразу менять единственный нюанс когда клиент говорит я вот только поменял цепочку не прошу и трех пяти тысяч в этом случае при снятии крышки мы смотрим насколько вышел натяжитель если он чуть-чуть вышел да мы можем еще оставить но только после осмотра цепочки потому что цепочки как правило сейчас почему-то все ставят поддельные китайские я не знаю где они их берут но мы осматриваем их на оригинальность если она оригинальная вопросов не вызывает мы можем еще оставить этот комплект грм если она поддельным сообщаем клиенту он делает вывод а так как правило цепочки уже изношены на моторах которые требуют капиталку все это меняется ну естественно все в оригинале далее осматриваются звезды если они в состоянии пригодном для использования не сильный на них износ оставляем если нет средний износ даем рекомендацию клиент сам выбирает вот звезда коленвала новой естественно в оригинале звезды сейчас у меня с собой нет которая просто пустая звездочка тоже можем на оригинал поменять можем бушную с почти с новых моторов поставить все по желанию клиента самая дорогая естественно здесь вещь это вот этот фазорегулятор новый в оригинале он стоит дорого но если цепь его износила он требует замены также если он в хорошем состоянии по зубьям он разбирается и смотрится внутри если в нем есть задиры также его в мусор рекомендациях замене далее до конца разбираем нижнюю часть вытаскиваем коленвал видим вкладыши если коленвал изношен требует ремонта мы сообщаем об этом клиенту говорим два варианта либо ремонтируем либо меняем на был в наличии у нас вот такие валы есть видно что они с маленьким пробегом на них нет никакого нагара игры вы цепочка вот эта звезда по цепочку не изношена поэтому мы можем так скажем за доплату поменяться естественно если человек согласен на замену коленвала на оригинальной стандартной замена вот этой звездочки не требуется далее промеряется его коленвал если все-таки он требует ремонта мы его ремонтируем если он не требует ремонта и скажем так можно поставить вот вкладыши мы ставим новые оригинальные только хендай вкладыши и он дальше работает если промерка показала что требует ремонта мы ставим ремонтные вкладыши называть марку ремонта вкладыши я не буду потому что мы ее подобрали спустя какие-то годы путем исправления поиска в общем это скажем так корпоративная тайна если требуется замена шатуна шатуны в наличии можем даже поменять скажем так один в мусор если три остается можем 3 выкупить поменять на 4 с одного мотора чтобы по весу все проходило по группе все проходило далее поршневая если эконом вариант то растачивается в ремонтный разбир 05 до в 05 тоже 025 не всегда перекрывает эти полосы поэтому то чем 05 марку поршней не называют так как все таки также мы их подбирали долго и это были скажем так это также корпоративная тайна мягко говоря если клиент согласен на гильзовку цилиндра или уже растачивалась поршневая брос . второй раз как невозможно только гильзовка поэтому мы гильзуем под стандарт далее два варианта либо новая поршневая новые поршни строго в оригинале и оригинальные кольца если есть еще эконом вариант можно поставить бушные шатуны с поршнями с новых моторов с пробегом там до 10000 у нас их около 60 штук в наличии постоянно идут поставки меняются кольца на оригинальные также все это ставится гильзуется под эти поршни это эконом вариант тут опять же выбирает клиент далее забыл сказать нижняя часть полу под он вот этот алюминиевый блок укрепится там также есть колечки вот такие мы также их меняем оба кольца также только в оригинале далее идет обслуживание головки проверяем направляющие как правило на риву вот на этих машинах маленьких они всегда целы но в неважно мы их проверяем снимаем клапана все чистим клапана по новой протирается меняем маслосъемные колпачки строго на оригинал только на оригинал дальше также следует рекомендации по замене термостата но почему-то многие отказываются от замены не знаю почему обратная сборка происходит на герметике виктор рейнс это кто не знает не дешевая марка но очень качественная поэтому мы выбрали ее проблем с ней никогда никаких не было мотор собран ставится фильтр масляный масляный фильтр даже на обкатку хотя при обкатке машина проходит всего там тысяч километров на полторы тысячи ставится только оригинальный фильтр с этим даже играться не пробуйте как я думаю вы знаете я много видео уже выкладывал когда ставит какой-то непонятный фильтр и мотор гробится а тем более после капиталки это будет в районе обидно поэтому тут не экономьте по запчастям надеюсь все рассказал иногда бывают какие-то замены мы что-то меняем не оригинал на точнее оригинал меня не оригинал но это происходит только с инициатива клиента когда человек давай сэкономим но хочу сказать на будущее когда человек начинает давать сэкономим ни к чему хорошему это не приводит если кого-то интересует ремонт двигателя его проверка эндоскопия замены цепочки грм телефон в описании под видео можете позвонить записаться приехать все сделаем ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге